Добрый день, уважаемые автомобилисты! Сегодня мы с вами познакомимся с темой, как выбраться из трудной ситуации. Все мы попадаем в такие ситуации, когда вокруг много-много снега, и что делать с этим мы не знаем. Многие опытные автомобилисты, конечно, в курсе, все знакомы, но мы сейчас поговорим о том, как выбраться из ситуации тех, кто не умеет. Первый совет – мы освобождаем машину от снега в задней области, где находится выхлопная труба. Выхлопная труба, если она не освобождается, находится в снегу, газы, которые проникают в машину, они вредны, и для нас это польза никакой не приносит. То есть освобождаем в первую очередь выхлопную трубу. Дальше мы берем лопатку, и лопатой немножко освобождаем колеса, и машину вокруг, вокруг машины все пространство. Освободили колеса, пробуем выезжать, двигаемся вперед, двигаемся назад. Если вы на механической коробке передачи, то это можно раскачку делать при помощи сцепления и газа, вперед-назад. А если мы на автоматической коробке передачи, мы включаем заднюю передачу и драйв. Дальше, если у нас не получается, что делаем? Можно несколько способов применить. Первый способ – дослоем резиновый коврик из-под машины, подкладываем его, и потихонечку пробуем. Самое главное – делать резких движений, плавно нажимать на педаль газа, и я думаю, что этот способ может вам помочь выехать. Если не получается, есть и другие способы. Автолюбители многие советуют высыпать пачку соли, но этот совет я испробовала на себе, и он не действует, так как если температура меньше минус пяти, тогда еще можно. Но если будет у вас 20 градусов мороза, то этот способ точно не поможет. В таком случае можем вылить незамерзайку. Незамерзающая жидкость растапливает вокруг пространства, снег тает, и тогда можно тоже попробовать выехать. Конечно, в городских условиях у нас не может быть бревен. Как говорят, палки нарубите, дрова наложите, песок насыпьте. Была даже в практике такая ситуация, когда кошачий корм насыпали люди, это тоже помогает, кстати. Эти небольшие советы мы давали для тех, кто застрял в дворовых территориях. Конечно, если мы находимся в снежном покрове, в огромном лесу, на поле, то самое лучшее средство не помогает ни лопата уже, ни замерзайка, ни резиновые коврики. И в дворовых территориях тоже самое. Нужно обращаться к помощи других водителей. И делаем буксировку. Соответственно, у вас в машине должен быть трос обязательно. Всегда возите его с собой. У вас в машине в зимнее время должна быть лопата. Это необходимое устройство. Если нет лопаты, есть скребки, освобождайте при помощи скребков хотя бы ту поверхность, чтобы колеса могли хотя бы немножко сцепиться с грунтом. В завершение, дорогие водители, желаю вам хороших, отличных дорог. Без всех этих ситуаций, чтобы они нам в жизни не встречались. Но надеюсь, что все эти советы помогут вам хотя бы для вашего знания, для того, чтобы вы не практиковали их часто. И чтобы всегда у вас был зеленый свет. Всего вам доброго!